В истории науки существуют страницы, которые удивляют своей сложностью и гениальностью. Однако есть и такие, которые приводят в настоящий шок, показывая весь мрак человеческой жестокости. Одной из таких удручающих глав стала эпоха Третьего Рейха, где нацистские врачи проводили жуткие эксперименты над людьми. В 30-х годах прошлого столетия ко власти в Германии пришел Адольф Гитлер и его партия национал-социалистов. Гитлер и его последователи верили в теорию расового превосходства арийской расы над другими людьми и стремились создать идеального человека – сильного, здорового, умного и послушного. Идея о выдающейся роли арийской расы привела к созданию различных программ, включая программу Евгеники, которая предполагала регулирование человеческой репродукции. В рамках идеологии Евгеники Германия стала фокусироваться на генетических исследованиях, направленных на поддержание и укрепление арийской расы. Эти исследования включали в себя биологические эксперименты и изучение наследственности. Для этого они использовали различные методы, в том числе и медицинские эксперименты над заключенными концентрационных лагерей, которые считались неполноценными или враждебными режимом. Среди таких заключенных были люди различных национальностей, социальных групп и даже имеющие определенные физиологические особенности. На протяжении всей Второй мировой войны в концентрационных лагерях, таких как Дахау, Освенцим, Бухенвальд и других, проводились различные медицинские эксперименты над заключенными, которые подвергались страшным мучениям и издевательствам. Одними из самых известных и жутких экспериментов были те, которые проводились над близнецами, детьми и взрослыми, которые имели похожий генетический код. Эксперименты над близнецами в нацистской Германии были частью общего плана Третьего рейха по созданию идеальной арийской расы и искоренению всех, кто не соответствовал их стандартам. Основным инициатором и исполнителем этих экспериментов был доктор Йозеф Менгеле, который получил прозвище «Ангел смерти». Он был образованным и амбициозным ученым, который хотел доказать свою лояльность нацистскому режиму и сделать карьеру в медицине. Менгеле был заинтересован в изучении генетики, наследственности и расовых особенностей человека. Он считал, что близнецы представляют собой идеальный материал для его исследований, так как они имели одинаковые гены, но разные условия жизни. Менгеле хотел выяснить, как влияют на человека факторы окружающей среды, питания, болезней, стресса и другие. Он также хотел найти способы улучшить и усилить генетические качества арийцев, а также уничтожить нежелательные гены у других народов. Для своих экспериментов Менгеле выбирал близнецов из прибывающих в Освенцим поездов с заключенными. Он лично осматривал каждого человека и отделял близнецов от остальных. Их размещали в специальных бараках, где они получали более качественное питание и одежду, чем другие заключенные. Однако это было лишь прикрытием для того, чтобы обманом заставить близнецов сотрудничать. На самом деле их готовили к более жестоким и бессмысленным экспериментам, которые причиняли невыносимые страдания и часто заканчивались летальным исходом. Среди экспериментов, которые проводились над близнецами, были инъекции различных химических веществ в глаза, чтобы изменить их цвет. Это приводило к сильным болям, воспалениям, инфекциям и слепоте. Также были попытки создать сиамских близнецов путем сшивания кожи, кровеносных сосудов и органов. Это вызывало гангрену, сепсис и летальный исход. Нацисты производили заражение одного из близнецов различными инфекциями, такими как ТИФ, туберкулез, сифилис и другие. Затем обоих вскрывали и сравнивали их органы, чтобы увидеть, как болезнь на них повлияла. Безумные врачи проводили переливание крови между близнецами разных рас и национальностей, чтобы проверить, как это влияет на иммунитет и здоровье. Они проводили ампутацию конечностей, органов, зубов и других частей тела без наркоза и анестезии. Затем эти части тела пересаживали другим близнецам или животным. И многие-многие другие ужасные, бесчеловечные эксперименты. Просто не верится, что все это происходило в реальности, а не в каком-то кошмарном сне или фильме. Все эти эксперименты проводились без какого-либо научного обоснования и методологии. Йозеф Менгеле не вел никаких точных записей и статистики, не имел контрольных групп и не учитывал множество переменных, которые могли влиять на результаты. Его эксперименты были основаны на его субъективных предпочтениях, предрассудках и фантазиях. Менгеле называл своих подопытных моими детьми. И иногда дарил им конфеты или игрушки, но в то же время, не колебаясь, подвергал их ужасным мучениям и даже смерти. Он не считал близнецов людьми, а лишь материалом для своих опытов. К сожалению, информации о жертвах нацистов осталось крайне мало из-за систематического уничтожения документов и записей нацистскими властями в конце Второй мировой войны. С целью сокрытия своих преступлений и избежания ответственности, нацисты активно уничтожали документацию о своих действиях, включая данные о медицинских экспериментах, экспериментах над близнецами и других зверствах. Историки и исследователи сталкиваются с серьезными трудностями при попытках восстановить полные списки жертв и подробные сведения о судьбах людей, подвергнутых систематическим нарушениям прав человека. Одной из немногих известных историй стала судьба Мириам и Якова Шперлинг. Мириам и Яков были еврейскими близнецами, родившимися в 1939 году в Румынии. В 1943-м, когда им было всего несколько лет, они были отправлены в концлагерь Аушвиц. Здесь их разлучили с родителями, и они стали частью группы детей, использованных в медицинских экспериментах Йозефа Менгеля. Близнецы подвергались инфицированию различными болезнями, хирургическим вмешательствам без анестезии и другим ужасным процедурам. Оба ребенка погибли вскоре после этих экспериментов. Близнецы Рената и Леон Бриестен также стали жертвами Менгеля в Аушвице. Им было всего пять лет, когда они подверглись медицинским экспериментам. Оба погибли. Берта и Марта Вайнер. Близнецы, отправленные в Аушвиц, где их использовали в жутких медицинских экспериментах. Они также стали жертвами смертоносных процедур. Эти истории – всего лишь несколько примеров ужасных судеб людей, подвергнутых экспериментам нацистских врачей. По разным оценкам, Йозеф Менгеле провел эксперименты над более чем тремя тысячами близнецов, из которых выжило около двухсот человек. Большинство из них погибли во время экспериментов или вскоре от ран и инфекций. После окончания войны Менгеле сбежал в Латинскую Америку, где он скрывался под разными именами и продолжал заниматься медициной. Он никогда не был пойман и не предстал перед судом за свои преступления. Менгеле умер в 1979 году от инфаркта, когда купался в море в Бразилии. Его тело было идентифицировано только в 1985 году по зубному отпечатку. Бесчеловечные эксперименты над людьми, проводившиеся нацистами во время Второй мировой войны, стали символом несправедливости, поскольку многие из виновных также сумели избежать заслуженного наказания. После окончания войны был начат процесс нюрнбергских трибуналов, где представители Третьего Рейха были судимы за военные преступления, включая эксперименты на людях. Тем не менее, многие из ответственных, в том числе врачи, участвовавшие в жутких медицинских исследованиях, избежали полного судебного преследования. Большинство из них скрылись, используя ложные документы. Кроме того, часть нацистских ученых была привлечена к службе в других странах, что также препятствовало полному судебному преследованию. Эта несправедливость вызвала широкий общественный и международный резонанс. Несмотря на недостатки в судебных процессах, такие случаи стали предметом внимания историков, правозащитников и активистов, стремящихся сохранить память о жертвах нацизма и подчеркнуть важность судебного преследования за научные преступления. После освобождения многие из выживших близнецов страдали от физических и психических травм, которые оставили эксперименты на них. Они испытывали вину за то, что выжили, стыд за свою роль в опытах, страх перед властями и недоверие к людям. Жертвы также не знали, какие последствия могут иметь на их здоровье и потомстве процедуры, которым они были подвергнуты. Некоторые из них пытались забыть свое прошлое и начать новую жизнь. Другие же объединялись в организации и требовали правды и справедливости за свои страдания. Парадоксально, но несмотря на варварство экспериментов, проведенных в нацистских лагерях, некоторые результаты были внесены в научные архивы. Однако их научная ценность оказалась крайне ограниченной из-за отсутствия этической основы и нарушения методологических принципов. Вместо прогресса в науке эти эксперименты подчеркнули необходимость строгих этических стандартов и контроля в области медицинских исследований. Эксперименты над близнецами имели большое значение в медицине, но не в том смысле, какого хотели добиться нацисты. С одной стороны, эти эксперименты показали, как далеко может зайти человеческая жестокость и безумие, когда наука становится орудием зла и насилия. С другой стороны, эти эксперименты способствовали развитию медицинской этики и прав человека, которые были сформулированы после войны в Нюрнбергском кодексе и всеобщей декларации прав человека. В свете уроков и страданий прошлого мы обязаны стремиться к зрелой и мудрой науке, которая служит не столько прогрессу в знаниях, но максимальному благополучию каждого отдельно взятого человека и общества в целом. Наука должна служить людям, а не наоборот. Только таким образом она может поддерживать и улучшать человеческую жизнь, оставаясь стражем этических принципов и величия человеческого духа. Важно помнить эти темные главы, чтобы извлечь уроки и не допустить повторения подобных ужасов в будущем.